Медиагруппа «Авангард» представляет 7 и 8 декабря. Москва. СОК Форум 2021. Не пропустите. Главное событие отрасли о центрах мониторинга и противодействии кибератакам. Подробности на сайте sockthefizforum.ru Добрый день, уважаемые коллеги. У нас с вами очередной свежевыжатый подкаст, который проводится в преддверии грядущего 7-8 декабря СОК Форума. У меня в гостях Артём Калашников. Привет, Артём. Алексей, привет. Друзья, приветствую. Сейчас модно говорить «друзья». Некоторые говорят «партнёры». Я очень рад видеть Алексея и понимать, что вы слышите меня на той стороне студии. И очень надеюсь, что всё, о чём мы будем сегодня говорить, это будет не только интересно, но и полезно. Да. И давай, собственно, начнём с первого вопроса. Он достаточно часто сейчас стоит на повестке дня у многих организаций, неважно, там финансовые, они не финансовые. Это тема мониторинга и реагирования на инциденты. Тем более, что регуляторы не дают нам расслабиться и выпускают всякие требования, будь то ЦБ с мониторингом и отдачей инцидентов в 2-4 часа, будь то ФСБ с киевшной тематикой. Соответственно, первый вопрос – можно ли отдать на аутсорсинг реагирование на инциденты? То есть, с мониторинга вроде как понятно, огромное количество соков предлагает свои недешёвые услуги и готовы мониторить фаерволы и кучу других решений, которые стоят где-то, как правило, на периметре. Но мониторинг – это первая часть, вторая часть – это среагировать на то, что мы намониторили. А это требует обычно неких телодвижений внутри инфраструктуры. Вот можно ли отдавать на аутсорсинге реагирование, если да, то какие здесь подводные камни и грабли, на которые наступать не надо? Тема двоякая по одной простой причине, что даже банально не все организации могут позволить наличие специалистов, как и тех, так и других. Рынок у нас достаточно узкий, по ним кадровый голод испытывают все, без скромности сказать, и это не секрет. Вот. Но хотел бы отметить одну вещь, что одно без другого – это вообще очень тема в никуда. Потому что слово «мониторинг» из классики – это просто посмотреть, словом говоря. Он не подразумевает в классическом понимании управление какое-то. В данном случае пусть реагирование, потому что там есть управляющее воздействие. Соответственно, как минимум мониторинг должен быть у себя. Насколько глубоко он у тебя там есть, это уже решает организация, поскольку исходит из наличия специалистов, затраты на них. Соответственно, что она может отдать на сторону, что не является такой критичной для неё вещью, информацией и процессами. Опять же. А что оставить только у себя? В этой связи, наверное, я скажу так, что это останется на решении организации. То есть, насколько критичные вещи она может отдать на аутсорс. С точки зрения реагирования, когда его предполагается отдавать на аутсорсинг, вопрос станет следующий. Как глубоко служба реагирования внешне может пойти в инфраструктуру? И какие управляющие воздействия она имеет право совершать? Если ещё глубже уходить туда, то станет вопрос, получится ли симбиоз из мониторинга внутреннего и реагирования внешнего. Это раз. Второе. Получится ли совместная правильная работа, если часть реагирования останется внутри организации, а часть её туда? Насколько слажены будут меры и методы реагирования? И опять же, здесь рядом параллельно стоит вопрос, насколько критично для организации будет внешнее реагирование. Я допущу. И из опыта знаю кейсы, где реагирование внешнее. Но там всё происходит под присмотром внутренней службы организации самой. То есть, это допустимо. До каких пределов решает организация? Потому что есть ряд вещей, которые не позволяют организации на страну отдавать какие-то процессы и управляющие воздействия. Это так и есть. Но это допустимо. Но вот если отдавать вовне реагирование, какие здесь нюансы в первую очередь? Это технические. Открыть надо на периметре кучу дыр для того, чтобы кто-то из них реагировал. Или организационные. Я должен там прописать SLA для внешнего аутсорсера. Или мне надо ещё внутри договориться, чтобы мои внутренние айтишники принимали распоряжение от внешнего аутсорсера, который непонятно откуда взялся. И айтишники с нами-то конфликтуют с безопасниками. А уж с внешним аутсорсером кто это вообще такой, почему я должен реагировать на его команду? Справедливо, да. SLA в любом случае придётся подписывать, потому что у нас большинство организаций лежат под нормативами государства. Финансовый сектор и госкомпании. У них чёткие критерии по устранению инцидентов. Соответственно, SLA в любом случае не станет, конечно, один из подводных камней, а справится ли подрядная организация с таким вопросом. Что касается технического исполнения, понятное дело, что здесь подразумеваются два варианта взаимодействия. Первый – это удалённые через сверленные дыры в периметре, но технические средства позволяют минимизировать риски, но понимаем, что 100% мы ничего закрыть не сможем в этом вопросе. Но, тем не менее, на некритичные какие-то инфраструктуры вполне возможно. Второй вариант – это наличие либо приезд, либо наличие постоянного присутствия в офисе такого сотрудника, эта организация, какое-то своё место выделенное, где он может и заодно с мониторингом взаимодействовать уже лично напрямую. Да, и, конечно, камнем притаяния станет взаимодействие с службой IT. Это ребята творческие, они достаточно непокорные. У них иной взгляд на такие моменты. Но, не знаю, по опыту скажу, что при должной организации и преследовании общей цели, если безопасность и IT вместе, какой-то общей цели найти объединяющую цель, то вполне возможно это взаимодействие. Единственный вопрос, конечно, это организационный, и это вопрос, как это будет закреплено внутри организации. То есть, понятное дело, что какое-то СИО организации скажет, что это за люди, я вообще не понимаю, вот нашим безопасникам, как бы я их там сильно не любил, но я им верю, да, то есть, они отмониторили это состояние, там, или этот инцидент, я им доверяю, но вот меры реагирования с той стороны меня как бы вызывают сомнения. Да, я сейчас не беру тот вопрос, что это же много работать надо, да, там, для IT, там, тупо закрывать дырки, какой-то там патч выпустить, если разработка есть и так далее. Но, тем не менее, это как бы может вызвать недоверие. Я думаю, что здесь вопрос будет лежать в плоскости уровня осознания, зрелости и доверия к той организации, которая будет работать. Вообще, вот с точки зрения построения СОКа, модели построения, внутренней либо внешней, вот у нас в гостях был Дима Гадарь и был Лев Шумский. Дима говорит, что там в Тинькофф.ру они пробовали разные модели, и аутсорсинг, и на базе там коммерческих решений свое, и в итоге ушли в сторону там самописного на базе опенсорса и дописывания под свои задачи. Лев Шумский, который работает в Яндекс.Банк, он говорит, что для небольшой финансовой организации свой СОК – это вообще задача неподъемная, и только аутсорсинг может решить эту задачу. Вот если не брать вообще все отрасли, а там сфокусироваться на финансах, то вот где проходит тот водораздел, когда там безопасник должен сказать, нет, мы СОК свой не потянем, как бы от нас этого не требовали, мы это отдадим на аутсорсинг. От какого-то количества людей или от какого-то объема денег, которые пропускаются через финансовую организацию, где вот провести эту грань? Эту грань, ну на самом деле ребята уважаемые, которые были в офисе, говорят-то правильно. Ну, по крайней мере, я с ними согласен. Дело в том, что СОК – это вообще как бы достаточно дорогая игрушка, простите такую, да, ассоциацию. И как и люди, так и, собственно, оборудование софтом. И понятно, что организации, на которые на eBay выделяют достаточно небольшой бюджет, я знаю, порядка 10 миллионов у некоторых, это не их вариант. Поэтому, естественно, здесь аутсорс. Была же попытка стороны регулятора, точнее, но она и остается сделать, центр такой, как бы есть, просто функции, может быть, на него стоит водрузить. Это как бы, с одной стороны, доверенная страна, потому что гарантия регулятора, стабильность. С другой стороны, там свои нюансы, связанные с инцидентами, которых надо сообщать. Ну, по крайней мере, некоторое спокойствие есть. Но если они, такие организации решают уйти как бы на аутсорс в коммерции, ну, им нужно понимать, во-первых, те моменты, о которых мы говорили вот до этого, и, соответственно, понимать, насколько они будут доверять такому аутсорсеру. Я вообще, вот честно, я придерживаюсь такого мнения, что вообще такие службы должны быть у себя. По двум причинам. Первое – я уверен, что они работают, и что у меня – это только для меня. Если они в составе организации. И второе – я могу сам контролировать процесс работы, выстраивать его, отстраивать, не надеяться на какие-то внешние факторы, форс-мажоры и обстоятельства непреодолимой силы снаружи. То есть, я внешнее воздействие исключаю в этой ситуации. Но вместе с тем вполне возможна модель коммерциализации такого подразделения под организацией. И тогда он понимает, что она работает и на него, и куда-то свои слуги может продавать. Вот такой, на мой взгляд, модель оптимальна, потому что, во-первых, отбиваются деньги, которые небольшая организация, которая не может сок только для себя позволить, за счёт того, что у неё есть внешние заказы. Такой вариант есть. Но вообще в идеале я согласился с тем, что всё-таки сок должен быть у себя, как и реагирование. Но опять же и стоит вопрос кадров. Как уже говорили, что кадровый голод есть. Есть людей выучить, допустим, для того, чтобы они понимали базовые принципы и технику работы. Ну, сколько там, 3-5 лет у нас получается, процесс запущен, ну, скоро, наверное, люди появятся. Но опять же опыт работы нарабатывается годами. Соответственно, это ещё учить. Допустим, для финансового сектора в среднем где-то год-два надо учить специалиста, чтобы он достаточно хорошим уровнем разбирался в инцидентах, менеджменте реагирования и так далее. Плюс ещё политика. Внутренняя политика реагирования тоже должна быть. Этому надо учиться. Этому в институте не научат. Ну, это да. Хотя для небольшой организации это тяжело, но можно прокачивать свои скиллы на всяких там киберполигонах и тому подобных соревнованиях, типа CTF, стенд-оффах и так далее. То есть, такое пятидневное, может быть, двухдневное погружение. Ну, там же в основном кейсовые такие методы. Их можно коллекционировать по кейсам, условно говоря, скиллы прокачивать? Можно, но это как бы частность от общего. А вот общее понимание, то есть, инциденты, они могут и связаны между собой быть, и смежные, допустим, и смежных направлений. Их тоже иногда уметь надо соединять, потому что за этим может стоять нечто большая цепочка. И такие вещи мы уже сталкивались в моём опыте. Поэтому и говорю, что надо учиться как в частности, так и на общем. Поэтому образование, киберполигоны, всякие CTF, которые у нас полно, это всё помогает вкупе, всё вместе. Ну, смотри, если продолжая эту тему, в отношении небольших организаций. Ведь у нас сегодня, к сожалению, на мой взгляд, регуляторика не дифференцирована по масштабу организаций. Но есть какие-то попытки с уровнями защищённости, или аналогичные значимости и так далее, но они больше завязаны, наверное, на значимость защищаемой информации, а не на масштабы организации. И когда мы смотрим на организацию уровня Сбербанка и какой-нибудь Урюпинск Реджинал Банк, у которого один безопасник и один айтишник, ну, понятное дело, что требования для них идентичные, а ресурсы совершенно разные. Насколько вообще регулятор прав, когда устанавливает вот эти требования, единые для всех, что вот вы должны в течение 24 часов среагировать на инцидент. Для этого у меня должна быть вообще-то инфраструктура, чтобы я как минимум его зафиксировал и среагировал на него. Может быть, у регулятора задача убрать всех мелких, причём я не говорю не только там про банки, не столько про банки, а вообще весь малый бизнес составит только там какие-нибудь там чоболи большие, крупные олигархические структуры, которых будет по одной в каждой отрасли, и вот для них эти требования будут, но всё равно никто не накажет то, что они одни, ни лицензии не отберёшь, ничего. Вот в чём смысл у регулятора выставлять требования, устанавливать требования, которые невозможно зачастую реализовать? Вот в части реагирования мониторинга, в первую очередь. Смотри, как забавно получается. Практически я ответил на свой вопрос. Я сейчас объясню логику, как я это вижу. Во-первых, понятно, что, на мой взгляд, государство заботится о безопасности информации, граждан, то есть, это некая стабильность. Соответственно, уровень дифференцирования нормативов, не знаю, наверное, это в данный момент очень сложно. Наверное, какие-то подзаконные акты или поднормативные должны выходить на уровне соответствующих фаивов, там, служб. Потому что, как бы, сверху не всегда хорошо видно, что там внизу происходит. А с другой стороны, хорошее предположение поставить по одному в каждой отрасли. Какой в этом плюс? Самые два простых плюса. Первый – проще управлять, потому что везде по одному ты чётко знаешь, где это соберётся и куда может уйти. И, соответственно, всё у тебя под контролем, рядом. Ты точно знаешь эти фамилии, точно знаешь организации, на что они работают. Это такая, как в вакууме идеальная физическая форма – это шар, да, а то же самое идеальная пищевая структура – это вот в такой системе управления. Есть головной центр, который всё обязан собирать, государственный, и отраслевые, которые собирают по отрасли. Потому что в ином случае головной центр не справится с потоком информации, сколько людей нужно держать, чтобы даже при автоматизированных средствах надо было эти инциденты разбирать, в необходимости выстраивать цепочки и так далее. И ещё реагировать как-то. А так он собирает информацию, в случае необходимости запрашивает отраслевые, отраслевые, корпоративные. Вот такая вот получается хорошая пищевая цепочка. Собственно, по поводу мелких организаций, ну, как бы тут мнения разделяются у наших читателей, как говорят, да, некоторые называют это оздоровлением рынка. А некоторые считают, что, ну, зачем мелкие? Пусть они коллаборируются вместе, объединяются, поглощение, слияние и так далее, тем самым укрупняя. Но есть один минус, что в этом случае не будет так называемых гениев, кто выдаст какую-то совершенно новую модель мониторинга, реагирования, вообще выстраивания всего этого. Есть такой риск. Они просто будут забиты за счёт того, что большие гиганты не будут им давать появиться на рынке. Ну, наверное, так. Хотя, не знаю, вот чётко выстроена структура мне по душе, вот так скажу. И даже в некоторых там проектах я её закладывал всё время, потому что нет временного лага на принятие решения. Там чётко всё работает по структуре, по иерархии. Если нужна дополнительная информация, ты проваливаешься вплоть до самого нижнего уровня и уже там выясняешь. Ну, наверное, так. Но рынок – это вообще штука жестока, конечно. Ну, особенно, когда рынком управляет государство, и тогда это не рынок. Ну, государственный рынок. Окей. Ну, вот ты упомянул отраслевые центры. У нас в России как-то с такого рода отраслевыми центрами не очень задалось. У нас есть Финцерт, созданный при Центральном банке, который, собственно, финансируется Центральным банком, и, наверное, во многом поэтому он, наверное, и существует. У нас есть НКЦКИ, который создан при ФСБ для субъектов КИИ и финансируется также государством, поэтому он существует. Но вот как-то в других сферах такие центры не задались, хотя во многих странах мира существуют. Ну, в том числе и там либо а-ля общественные, либо коммерческие центры реагирования на инциденты именно отраслевой привязки. Вот почему есть такая проблема создания отраслевых центров, которые бы собирали данные об инцидентах, которые бы, например, собирали данные об индикаторах и потом рассылали их обратно своим поднадзорным, подведомственным, не знаю, структурам. В чём сложность создания такого центра? Сложности никакой нету, большой, да, собственно. Если бы не было примеров там в финансовом секторе и государственном, наверное, была бы сложность. А здесь велосипед-то изобретён. Ну, здесь, наверное, скорее всего, как говорили в безопасности, говорят всё до первого раза. То есть, пока ничего не случалось особо, никто и на эту тему не думал. Сдерживающим фактором и факторами является, наверное, это осознание, что всё-таки безопасность должна быть не просто в каком-то виде, а всё-таки в надлежащем, соответствующей с моделями рисков для присущей каждому направлению или сфере. Второе – это, опять же, деньги. Как я уже говорил, это достаточно дорогое удовольствие. И вопрос в том, кто будет финансировать создание такого центра, он как бы до сих пор всё находится в спорах. Но никто не хочет деньги отдавать, потому что он понимает, что эта структура не зарабатывает. Ну, по сути, если находится под эгидой и не коммерциализирована, она не зарабатывает. Она просто работает как одно из подразделений на нужды своего владельца. И не более того. Ну, и опять же кадры. То есть, у нас найти квалифицированные кадры под каждую отрасль в достаточном количестве не так-то просто. И для нас не секрет, что специалисты, которые сейчас с нами работают в наше время, они перемещаются по отраслям. И вот этот вакуум, который остаётся, его не всегда удаётся заполнить. Но, в принципе, ситуация-то не такая плохая. Я, например, не первый раз слышу, что в энергетике такой СЕРД собирается строить. Ну, давно идёт разговор. Про промышленности планируют. Ну, опять же, я большой проблем не вижу по одной простой причине, что основа построения СЕРД, она, в принципе, везде одинаковая, на 60% как минимум. Потому что задачи одни и те же, собственно, методы, в принципе, одни и те же, инструменты одни и те же. Единственное, нюанс будет заключаться просто в векторах и целях атак. На что будет направлено и какую выгоду смогут получить. От этого будет просто изменяться надстройка над ним, и что, в первую очередь, критично будет там искать и на что реагировать. Опять же, Москва же не сразу строилась, да, там, для финансового сектора там с 15-го года велись обсуждения, расчёты по созданию СЕРД. Ой, не с 15-го, по-моему, с 12-го или с 13-го. В 15-го он появился. Вот. Так что всё к этому идёт. Европа просто быстрее в коммерцию вошла, и поэтому коммерческих центов СЕРД наделала. На мой взгляд, у них просто несколько другой менталитет в этом плане. Они как-то, ну, не знаю, правильно будет сказано, доверяют таким центрам, но, по крайней мере, больших скандалов там я не слышал, да, что там куча утечек из-за СЕРДов и так далее. Утечки, конечно, есть, но нигде ни один из СЕРДов не фигурировал. А так вообще в идеале, конечно, было бы замечательно, что в каждой отрасли есть свой СЕРД. Отрасль, которую там контролирует ФАИФ, ему понятно, как построена безопасность. Он может мониторить и контролировать, соответственно, её работу. И, по крайней мере, это там 2-3 часа сна какому-нибудь руководителю ФАИФа добавит к ночи. Нет, это тоже неплохо. Но я думаю, они будут создаваться, просто вопрос, видимо, в целеполагании, для чего и какими инструментами и методами он будет построен. Ну, из того, что я слышал, там действительно в целеполагании есть вопросы. Смотри, у американцев есть такая интересная конструкция в виде айсеков, Information Sharing and Analysis Center, где в каждой отрасли, в ритейле, в IT, в финансах, в медицине, в образовании создаются центры, куда компании отрасли для того, чтобы войти, просто платят взнос. Собственно, за счёт взносов этот центр и живёт, и достаточно неплохо фокусируется. Вот видишь ли ты такую модель у нас? Или, опять же, в условиях, может быть, непростой экономической ситуации и так далее, у нас компании не готовы будут платить достаточное количество компаний, чтобы такого рода центр содержать? Ну, в принципе, всё зависит от количества компаний, да, то есть, допустим, если моя одна компания в отрасли, я должен буду отдавать, условно говоря, 500 миллионов в год на содержание серта, это, конечно, ну, нет. Ну, если у тебя одна компания, тебе просто одному создать. Я проще у себя её создам, конечно, да. Вопрос, опять же, будет, видимо, в целеполагании, для чего создаётся серт. Если он работает только на нужной отрасли и не предполагается извлечения прибыли с точки зрения предоставления услуг, да, ну, собственно, там 20 компаний, 30 вполне могут содержать такой серт. С учётом того, что на сегодняшний день инструменты, которыми будут пользоваться серты, они достаточно широкого масштаба, функциональности, и, как бы, большое количество туда полк безопасников загонять нет смысла. Ну, встанет вопрос там в реагировании с выездом на место, ну, я думаю, что территориальная спередневность тоже решается, это не такая большая проблема. В отрасли у всех фаивов и их представительствах, в конце концов, можно на базе них это делать. Голова будет находиться на каком-то из, не знаю, городов крупных, да, где и каналы связи есть, собственно, и коммуникации легче проводить и так далее. Это жизнеспособная модель, только надо определяться с целями, да, собственно, и на кого он будет работать. Если предполагается коммерция, ну, в принципе, и тогда и взносы будут меньше, я думаю, вполне потянут. Я не думаю, что дело вообще в какой-то экономической ситуации, дело заинтересованности. Опять же, вернёмся к фразе, что всё до первого раза, пока у тебя ничего там не стырили, да, соответственно, компания как бы даже не особо задумывается. Ну, слушай. Кормить там безопасника какого-то, который сидит приглядывать, да. В нацовой сфере тырили ещё там со времён АВИЗО и даже до того и так далее. Ну, почему-то решили создать Финцерд спустя такой лет двадцать с лишним. То же самое там кишная тематика. Ну, были инциденты до того, но вдруг потом закон взлетел и вот решили создать НКЦКИ. Ответ-то простой. Пришло понимание ко всем, понимаешь, как бы. Ну, и естественно, что мы же не изолированные государства, да, общаемся же там с партнёрами, как сейчас принято говорить, за рубежом. И этот опыт, как бы, он Европа первая начала это делать, собственно. И поэтому он хороший. Просто нужно было правильно переложить на наши рельсы. Нюансов-то много. У нас законодательные базы тоже разные. И закон вышел, потому что выпустить закон тоже не так просто, соответственно. Но хорошо у нас появилась доктрина по инфекционной безопасности. Это сильно помогает, опять же. И дальше от неё строится просто вот эта вся юбка нормативных документов. Здесь вот в настоящее время, на данный момент вообще ничего не мешает, ну, кроме финансирования, создать такие центры в отраслях. Вообще никаких проблем не вижу. Ну, основная проблема ты назвал финансирование. Да, ещё учитывая, что есть корпоративные центры, то есть, крупные компании из промсектора, из энергетики, они прекрасно содержат свои такие центры. Я думаю, что даже один из них в предложенных стараниях может стать треслевым, если на это пойдёт в ФАИФ. Ну, это моё мнение. Мне кажется, это логично. Собственно, ну, получит дополнительное финансирование. Вы слушаете свежевыжатый подкаст. Разговоры о центрах мониторинга и эффективной кибербезопасности. Хотите больше? Приходите на СОК-форум 7 и 8 декабря 2021 года. Здесь только признанные эксперты, новейшие технологии и лучший опыт. Регистрация на сайте sokdefizforum.ru. Количество мест ограничено. Окей, ну вот смотри, ты регулярно упоминаешь центры при ФАИВах. На мой взгляд, ФАИВы и центры при ФАИВе – это такая тупиковая ветвь, потому что это огромнейшая бюрократия, потому что чиновники не привыкли брать на себя ответственность зачастую, они любят всё секретить, поэтому у нас, если что-то распространяется, то там грифы, ТЛП, там Амбер и так далее, и так далее. И если где-то бабахнуло, не-не-не, давайте замолчим, никому это не расскажем и так далее. То есть вот почему-то, я не знаю почему, но мне кажется, что при ФАИВе оно не взлетит никогда, потому что вот огромнейшая бюрократия и все остальные причины не дадут оперативно обмениваться данными, которые должны оперативно обмениваться. То есть ты не можешь там отправить информацию, а потом, пока это пройдёт по цепочке и верхний скажет, да, давайте распространим на всех, уже всё. Всех взломают, захачат, эти индикаторы нафиг никому нужны не будут. Вот это да, последнее предложение, это самая главная проблема, которая, собственно, стояла в начале, когда зарождались вообще такие центры реагирования. Ведь если нет оперативного взаимодействия информационного, то смысла в этом никакого нет. За время, пока буду всё согласовывать, я соглашусь, что эта отправка уже будет никому не нужна. Бить по хвостам уже неинтересно. Но вместе с тем, ведь такие серты могут быть не то, что при ФАИВе. Я просто имею в виду, что контролирующий сверху, курирующий орган на отрасль – это какой-то там ФАИВ, условно говоря. Он может его сделать не в своём составе, не в штате, если уж грубо говорить, а рядом. Под собой поставить какое-нибудь ОНО или коммерческая организация, условно говоря, с госучастием, которая на это работает. Вопрос с негибкостью, как я бы это назвал, он тоже решаем на самом деле. Это же зависит от того, какие подзаконные акты могут применяться к такому подразделению. Вот, например, соглашусь с тем, что много контролирующих функций у госучреждений, и это сильно мешает оперативному взаимодействию. Но, опять же, просто степень гибкости госучреждений, она будет не такая высокая, как если это вывести, где-то рядом поставить. Именно для отрасли. Дальше просто определяется документами, какую информацию можно давать, какую нет. По опыту делали специальные форматы, которые можно распространять оперативно, без согласования. Плюс процесс рассылки фидов, условно говоря, отправки и анализ такой информации, и какую можно отправлять, кому и куда, он тоже может определяться на стадии создания. Это гибкость природную дает. Резюмеры. Под госом это взлетит, но невысоко. Если рядом поставить, это вполне жизнеспособная вещь, о чем, собственно, есть хороший пример. И гибкости, и оперативности, условно говоря. Конечно, небольшие ограничения были, но они не были настолько критичными, чтобы он не работал. Так что все возможно. Все же зависит от того, как это будет урегулироваться между контролирующим органом, вот такого СЕРТа, если он под ФАИВом, и, собственно, работой, и целеполаганием, и работой самого СЕРТа. Это возможно. Ну, мне кажется, у тебя все-таки какой-то слишком оптимистичный взгляд на всю эту картину, потому что, если говорить с людьми на местах, они, во-первых, не очень доверяют государственным центрам, особенно если этот же ФАИВ еще и осуществляет надзорную функцию. Когда ты отправил данные об инциденте, а к тебе потом на завтра пришли и нахлобучили, мама не горюй. Это одна сторона. Ну, а вторая – вообще общее недоверие к государственным структурам как таковым и неуверенность, что это будет действительно оперативно. Но вот первая часть с надзорной функцией – это вообще убивает всю идейную корню. Не может СЕРТ работать в госоргане, который осуществляет надзорную функцию. Иначе конфликт интересов, вот он, налицо. Вот этот момент, согласен, являясь критичным, я оценил. Вообще независимой этой ситуации СЕРТу сложно оставаться. Он же, по идее, должен каким-то соучастным быть, но при этом независимым. То есть, он должен быть как партнер. Понятное дело, что такие функции совмещать в одной организации, в одном подразделении лучше далеко не надо. Вообще, в принципе, лучше не совмещать. Две разные вещи. Нельзя контролировать себя же. Ну, и опять же, такой некий, не скажу джентльменский, но какое-то паритетное взаимодействие должно быть. Все-таки отношения. Конечно, я оптимист по жизни. И что-то мне удалось сделать на своей практике, даже находясь в таких сложных условиях, как мониторинг, реагирование и надзорный. Баланс какой-то был. И причем еще в госучреждении практически, скажем так. Но, смотри, опять же, мы вернемся к балансу доверия-недоверия. Это очень важный момент. Кто-то может не доверять государству, как ты сказал. Кто-то не доверяет коммерческому соку. Это же непонятно вообще, на кого он там может работать. И неизвестно вообще здесь ли. Может, он вообще там где-то работает. Опять же, поэтому все будет складываться из того, кто кому насколько доверяет или насколько не доверяет. На мой взгляд, и исходя из опыта, обе модели жизнеспособны. В разной степени, но жизнеспособны. Смотри, а вот в свое время в финансовой сфере существовал такой антидроп-клуб, который, по сути своей, был распределенным цертом. Когда банки, подключающиеся к клубу, обменивались информацией, это все оперативно работало. Потом он прекратил свое существование определенным образом, потому что появился государственный, а-ля государственный ЦЕРТ. Вот сейчас регулярно всплывают разговоры о том, что давайте создадим где-нибудь в Телеграме чатик и будем в небольшом кругу доверенных людей обмениваться индикаторами, минуя вот эти все центры. Ты веришь вообще в эту схему с распределенным обменом информации, минуя какую-то голову в виде государственного коммерческого ЦЕРТа и так далее. Идея была хорошая, история я знаю этого клуба, и как бы я даже респект выразил участникам и организаторам. Но давайте не будем забывать, что смотря какую информацию будем гонять. Это очень тревожный момент. Насколько я знаю, когда решаются оперативные вопросы, очень срочные, там всякая информация может прыгать. Это чревато. Это раз. Во-вторых, давайте не будем забывать, что централизация такого сервиса на уровне регулятора была создана еще исходя из следующих причин. Первая. Во-первых, оперативность. Во-вторых, информация для всех, не критичная, которую можно. Во-вторых, у этого центра есть полномочия на получение, обработку такой информации. И в-третьих, у него есть рычаги расследования для всех. То есть, если, как был принцип, случается у этого одного какой-то инцидент, про этот инцидент, про индикаторы сообщается всем, потому что кто-то может и не знать, что у него такая есть вещь или уязвимость и так далее. Ну и плюс, соответственно, рассылка массовая по реквизитам, разрешенным реквизитам операции, которая попадает, условно говоря, под мошенничество, если мы к этому ведем. У всех. То есть, это сильно затрудняет работу мошенникам. В этом был большой смысл, определенный. Плюс, конечно же, очень важную роль играло доверие регулятору. Но на сегодняшний день не думаю, что кто-то не может себе позволить из организации общаться между собой напрямую. И они общаются. И это как бы известный факт. Вопрос только в той информации, которую другу передают. Опять же, это чревато в случае нарушения федеральных законов. И станет я, но это чревато. Ну, мы же понимаем, что жесткость наших законов компенсируется. И фактов наказания кого-то за то, что чем-то они обменивались, ну, стремится к нулю это число. Опять же, каждый в этом видит свои возможности. Если кто-то считает, что он неуязвим в этом вопросе, да? Ну, хорошо. Не, ну, ты же понимаешь, что компания решает сугубо свои насущные задачи. Да. То есть, у нее что-то произошло, она готова этим поделиться в частном порядке с ближним кругом. Может быть, даже он достаточно большой, этот ближний круг, но там некие единомышленники. И помочь другим, чтобы у других такого не происходило. И они готовы делиться в том числе информацией, которая там подпадает под ограничения и так далее. Но все отрасли в этом плане, если убрать регулирующие структуры, отрасль получает от этого только плюсы. Ну, в целом, за счет того, что, как ты говоришь, они другу доверяют, в плане узких рук широких лиц, они друг другу доверяют. Но, опять же, ситуации в жизни бывают разные. Человек на той стороне может оказаться в... Не дай бог, конечно, но может оказаться в ситуации, когда ему придется эту информацию отдавать на сторону. И это чревато. И для кого чревато? Это может быть чревато для всех. Смотря сколько он успеет отдать, да, это вот такой риск есть. И это, на самом деле, у нас законы и некоторые там акты силовых органов, в том числе и военные, написались не просто так. Все бывает, никто не знает, какие интересы будут преследовать со стороны там злоумышленников. В принципе, в принципе, таких клубов очень много, могу сказать, в разных отраслях. Они есть. И зачастую, за счет того, что те, кто общается, там знают друга лично, естественно, вопрос решается быстрее. И ты точно знаешь, что он решится. Ну, в меру компетенции и возможностей того, кто тебе помогает. Согласен. Ну, не знаю. И явного запрета на это нигде нету. Ничто не мешает им общаться. Но все же в идеальной структуре, конечно, централизация, наверное, помогла бы. Пусть она там будет даже не у регулятора, наверное, а где-то рядом. Но, по крайней мере, процесс будет управляем. Это не будет такой бродкаст, хаотичная рассылка информации, при том, что каждая отдельная организация не может знать всей картины по сообществу, по финсектору, по промсектору. И эффективность рассылки решает локальную задачу. Все-таки создание такого подразделения на уровне регулятора решает более глобальную задачу. Вот это разница. Если там на той стороне должным образом все настроить, чтобы была оперативность решения вопроса, это высший пилотаж. Тогда это будет огромную пользу приносить. Просто огромнейшую. Ну, если исключить факторы, воздействующие на доверие и всякие метры реагирования, помимо информации... Если все это исключить, будем жить в мире розовых слоников, и идеализированный мир, он какой-то ненастоящий. У нас не будет ничего тырить. Тогда они не нужны. Да. Ну, просто ты все правильно говоришь, но добавляешь что-то «если-если-если», что сводит всю идею, в общем-то, к сожалению, этот нюанс мы не можем скидывать, это видно везде. Но вот просто если вдруг каким-то образом группа товарищей стоит с другой стороны, станут в нормальном паритетном партнерстве, а эта тема партнерства, кстати, звучала на нескольких форумах, что все-таки регулятор, он должен быть иногда партнером. В этой части, наверное, скорее всего, да. И, наверное, работать, не делать упор на надзорное реагирование, а делать упор на решение вопроса, вот это, наверное, больше пользы принесло. Потому что ты, с одной стороны, видишь, какие инциденты и как реагирование происходит, насколько зрела организация в этом вопросе, да, и с своей стороны помогаешь ей этот вопрос решить. Потому что в нормативных актах невозможно представить ни инструменты, ни меры. Там пишется просто требование. А дальше, насколько правильно ты и выбрал, уже решается на уровне как раз организации взаимодействия с регулятором. Да, но смотри, ты всё правильно говоришь, но вот если посмотреть на стратегии работы надзорного органа, вообще, без привязки к России, их, собственно, две – увидеть и помочь, и найти и покарать. Целеполагание. Да, и вот если смотреть на многие зарубежные аналогичные структуры, они работают по некому первому принципу, то есть увидеть и помочь. А вот у нас получается, что регуляторы многие работают по принципу второму. Причём даже если изначально постулируется идея, что мы будем вам помогать, почему-то со временем выживаются все те люди, которые готовы были помогать, остаются и те, кто готовы карать. И из красивой идеи появляется, опять же, надзорная, чисто надзорная функция. И идея умирает, потому что ей перестают доверять. Вот это, да, самый такой, наверное, момент, я бы не сказал, что смертельный, но очень расстраивает. Ну, здесь, скорее всего, процессы лежат и задачи выше этого уровня, намного выше. И просто всё, что оттуда спускается, это… Мне в сегодняшний день надо так, как говорится. Ты с ней ничего не сделаешь, потому что мы являемся частью глобальной большой задачи, и она, видимо, трансформируется на все отрасли, так или иначе, а не выполнять её нельзя. Поэтому, наверное, в этих условиях коммерческий сок, он казался жизнеспособнее. Опять же, уровень доверия. Когда мы придём к тому, чтобы можно было доверять регулятору как к партнёру настолько, чтобы вот… Я не знаю пока, честно скажу. Но, как бы, имея опыт и там, и там, могу сказать, что если мы перед собой, как регулятор, условно говоря, ставим цель получать как можно больше информации от наших поднадзорных партнёров, тогда мы будем партнёром, потому что у нас будет больше информации, мы сможем видеть картину в целом и как-то помогать. Потому что, получая информацию разных источников и достаточно большую, мы её соединяем у себя в одну и понимаем, что это не только здесь может быть, это может ещё и здесь быть. Соответственно, мы её и туда направляем, да, то есть, плюс ещё можем практическую помощь оказывать в этом вопросе. А если мы перед собой ставим задачу, простите, нагибать там всех и стирать в порошок, ну, тогда неважно, сколько информации ты получаешь, и ты её никогда не получишь. Да? Мой принцип всегда был такой. Ты на страхе можешь сделать многое, но ненадолго. На убеждении и доверии можешь делать это постоянно. И у тебя больше информации будет, тебе будут доверять, и ты, во-первых, и у тебя и аналитика будет совершенно другая, и мир реагирования будет эволюционировать. Просто чем меньше информации, тем медленнее идёт эволюция всего этого процесса. Ты не видишь никакой картины. Какие-то куски, обрывки, их порой даже невозможно соединить между собой. Смысла большого нет. Всё от этого зависит. Ну, это моё мнение. Я могу ошибаться в этом вопросе, но сколько раз я к нему подходил с разных сторон, мне он кажется наиболее оптимальным. То есть, работать сначала как партнёр на доверие и уважении, а потом уже стать как бы карателем. И этот принцип я как-то в своё время озвучивал, что я вам помогаю до одного момента, пока не вижу, что вы меня как бы обманываете конкретно. То есть, мы с вами общались, там есть документы, вы грубо нарушаете, условно говоря, не идёте на контакт и просто, откровенно говоря, скрываете. Тогда да, тогда простите. Уже тогда всё. Тогда я превращаюсь в надзорщика. А так, всё-таки, любое партнёрство издревле основано на уважении и доверии, и это самый лучший вариант. Ну, ты вот сейчас, смотря со стороны на всё, что происходит, видишь, в каком направлении всё движется? Ну, я думаю, это, как я уже говорил, скорее всего, оздоровление некое. Каждый в это понятие вкладывает разные определения. Как-то дипломатично ты ответил, да. Ну, по крайней мере, с точки зрения коммерции, пусть пишут. Да, люди зарываются деньги. Уж простите, такой цинизм какой-то. С другой стороны, конечно, поезд затягивается очень сильно и может переползти на горло. Соответственно, убить рынок услуг по информационной безопасности можно, и к этому, наверное, тоже скоро придёт. Вот только зачем? Конечно, конкуренция какая-то должна быть на рынке. Пусть это небольшие компании, от небольших до крупных, всё равно конкуренция какая-то должна быть. И от этого у нас и услуги становятся качественнее, и потом и СЛА мы можем подписывать красивые, которые будут выполняться самое, что интересно. Да и, собственно, вообще расти будут компетенции специалистов. Мы уже к этому давайте перейдём. Правильно? То есть, требования, сейчас вот есть у нас федеральный стандарт на образование по этому вопросу. Если мы будем эволюционировать быстрее, он может измениться в лучшую сторону. Потому, что будет понятно, что нужно сейчас. Куда уж лучше-то. Ну, к совершенству нет предела. Как и человеческой глупости, как говорится. Где, насколько этот баланс найти, вопрос есть. Поэтому, не знаю, я, честно говоря, думаю, что, скорее всего, просто надо как-то в этой ситуации объединяться. Хорошо. Ну, вот смотри, мы так плавно подходим к финалу. Вот что бы ты мог посоветовать с высоты своего опыта небольшим организациям, которые либо вынуждены, либо хотят реально заниматься мониторингом и реагированием, и какие ошибки не совершать крупным организациям. Можно сфокусироваться на финансе, можно промышленность, можно без привязки к отраслям. Принцип один и тот же у всех. Я думаю, что небольшие организации, которые хотят выйти на рынок мониторинга ИБ, и даже с функциями реагирования, им сначала лучше работать в своем сегменте небольшом. То есть, они там натаскаются с компетенцией, повысят скиллы, поймут вообще, нужно ли им реагирование, или просто мониторингом заниматься. Это же тоже затратные вещи. И дальше уже постепенно выходить в уровень где-то в средний. А крупные организации, я вот как бы недавно даже просто для себя пытался понять, на что они ориентируются. Но могу сказать, что они слишком уверены в себе в этом вопросе. То есть, они считают, что они крупные, у них все лучшие специалисты работают, у них только. Соответственно, это как бы с другой стороны сильно расслабляет. Но крупная организация, она может себе позволить многое. Мы же знаем, есть ряд ярких примеров. И купить, и что-то еще. Но я заметил, что у них нет такой поворотливости, как у небольших. У них нет такой оперативности в перестраивании процесса, как у небольших. И они за счет своей крупности не могут на очень небольшие организации посмотреть. Да, это их и не их задача. Они любят крупняк. Себя и все, что им соразмерны. И для них, наверное, возможно, было бы очень хорошо иметь в своем активе несколько небольших компаний. То есть, таких побыстрее. Это как истребители. И сравнить МИГ-31 и МИГ-29. Условно говоря, МИГ-31 всегда идет под прикрытием перехватчиков в 29-х. Соответственно, таких же сателлитов вполне могут небольшие компании составить. Для небольших компаний это большой плюс в том, что они некую уверенность приобретают в лидах, которые идут от большой компании. Большая компания всегда знает, что если она не может развернуться сейчас резко влево, то за счет этих небольших своих партнеров спокойно прикроет на первое время этот сегмент, а потом в него зайдет своим уже большим самолетом. Вот я так думаю. А с точки зрения клиентов, небольшие и крупные, которые вынуждены заниматься мониторингом? Ну, небольшие клиенты, крупные компании... Кто останется после оздоровления? Да. Ну, после оздоровления останутся, естественно, крупные. Экосистемы. О, отличное слово я сейчас вспомнил. Экосистемы. Да, к ним давно все идут. Наверное, в составе экосистемы эта схема может работать. Ну, небольшие компании не смогут заниматься мониторингом большой компании. Да, мы это понимаем. Ни ресурсов просто не хватит, ни финансовых, как бы, ни человеческих. Вот. Соответственно, крупные компании просто не будут заниматься мониторингом небольших организаций. Поэтому вот этот вот какой-то некий такой интегрированный подход, он как бы будет оптимальным, на мой взгляд. Ну, как бы выше себя не прыгнешь. Да, это же понятно. Хотя спорное утверждение потерет носительности. И Синбаева регулярно это показывает. Да, и не только. Бубка уже у нас тоже это был. Кто его помнит? Я думаю, большинство помнит только Исинбаева. Ну, у нас должна быть премесность поколений. Да, согласен. Надо знание передавать и опыт, иначе нет смысла в эволюции. Поэтому я думаю, что каждый, если он идёт в партнёрстве такой большой и небольшой, они вполне могут существовать и очень успешно покрыть все сегменты рынка. Отлично. Большое спасибо, Артём. Я хочу сказать, что у нас в гостях был Артём Калашников в нашем свежевыжатом подкасте, который проводится перед грядущим СОК-форумом, который пройдёт 7-8 декабря в Москве. Большое спасибо, Артём. Алексей, благодарю. Друзья, хочу вас всех видеть на СОК-форуме 7-8 декабря. Буду очень рад увидеться и жду вас там.